Здравствуйте! В эфире новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. Первый снег, первые проблемы. Как погода отразилась на жизни горожан, расскажем сегодня в выпуске. Масштабная проверка. Компания Россети «Северный Кавказ» начинает актуализацию базы данных абонентов в Дагестане. Имена России. Ансамбль из Каспийска стал победителем одноименного фестиваля в Ростове. Дождь, снег, наводнение и как следствие транспортный коллапс. То, что происходило сегодня в Махачкале, иначе не назовешь. Многокилометровые пробки образовались на основных дорогах города. Благо, выходной день. На работу опоздали немногие. К 11 часам дня город напоминал уже гигантский бассейн. В частности, на проспекте Петра Первого, как видно из этих любительских съемок, вода достигла критической отметки. Да так, что некоторым водителям пришлось забраться на крышу своего авто. Городские службы ограничились дежурными комментариями, что работы по устранению последствий ливня идут в штатном режиме. Пока же погода продолжает только ухудшаться. Впрочем, к понедельнику, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется и будет потеплее. Будем ждать. И к другим темам. Федеральные трассы Дагестана готовы к предстоящей зиме. Об этом сообщают в структурном подразделении Росавтодора. В частности, на них сформированы необходимые запасы противогололедных реагентов и песка, теплые стоянки и спецтехника для расчистки дорог. Ведомства добавили, что о ситуации на дорогах и метеоусловиях в Дагестане и других подведомственных участках также информируют специальные щиты. Миллиард и 200 миллионов рублей сэкономила республика на госзакупках с начала этого года. По данным профильного комитета, в Дагестане было заключено контрактов на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Из них для государственных нужд на 15 миллиардов рублей. При этом упор делается на закупках именно у местных производителей. Масштабная проверка ждет более 600 тысяч абонентов республики. Эту работу проведут бригады энергетической компании «Россети Северный Кавказ» для актуализации базы данных. Мероприятия, как сообщили в пресс-службе компании, сегодня уже начались. Последний день работы – это 30 ноября. Подобные инспекционные мероприятия проводятся во всех субъектах СКФО. Всего же в зоне обслуживания энергокомпании в рамках Северного Кавказа 1 миллион 645 тысяч абонентских адресов. Крупный рыбоперерабатывающий завод перенесут из Крыма в Дагестан. Компания «Балтийский берег» приступила к добыче кильки в Дагестане, перерабатывая пока улов на своих заводах в Крыму и Санкт-Петербурге, сообщает МК «Дагестан». В связи с наращиванием производства компания планирует перебазировать завод. Новые предприятия, возможно, разместят на площадках судоремонтного завода в Махачкале и завода «Дагдизель» в Каспийске. Уже на первом этапе в республике будет создано порядка 500 новых рабочих мест. Заработная плата работников составит от 35 тысяч рублей. Проекту обещают оказать максимальное содействие правительства республики. В Унсукуле начал работать проект «Мой Дагестан – моя вода». В его рамках производится прокладка водопровода протяженностью более 6 километров. На данный момент большая часть работы уже проделана. Рабочие бригады произвели резку бетонного покрытия дороги, проложили кольца, установили пожарные гидранты. Также производится подвод магистральной трубы к родникам, а при необходимости будут созданы новые. В работе задействованы 12 человек и 3 единицы спецтехники. Сдача объекта намечена до 1 декабря текущего года. Победителем фестиваля детского и юношеского творчества «Имена России» в Ростове стал ансамбль «Арс из Каспийска». Несколько дней солисты и коллективы со всех регионов страны и зарубежья показывали свои способности в таких номинациях, как вокал, хореография, театр мод и многое другое. Ребята из Дагестана проделали большую работу, а многочасовые репетиции дали свои плоды. 8 первых мест и специальный приз за популяризацию кавказской культуры. Есть профессиональный опыт, солидный стаж, но нет работы. С такой проблемой сталкивается большая часть людей предпенсионного возраста. Министерство труда нашло решение вопроса и предлагает гражданам, попадающим под эту категорию, сменить профессию. Обучение новому ремеслу проходит в рамках федерального проекта «Старшие поколения». Все занятия бесплатные и более подробно об этом расскажет Патимат Ханапова. Одному из студентов Ибрагиму Салимову 59. В прошлом водитель с большим стажем. Сегодня осваивает совершенно новую для себя профессию в парте. Один из первых участников программы. Он даже и не думал, что перед выходом на пенсию снова сядет за парту. Почему решили принять участие в этом программе? Видите ли, возраст уже 59 лет и на большой машине уже не так, как в молодые годы, когда энергия, здоровье. Поэтому сейчас более такую спокойную работу. Вот работа парте, я думаю, что она соответствует моему возрасту, моему интеллекту. Обучение граждан предпенсионного возраста проходит бесплатно за счет федерального регионального бюджета. Кроме того, для безработных предусмотрена выплата стипендий в размере более 10 тысяч рублей. Лекции проходят на базе образовательных учреждений республики. Направления здесь самые разные – от парте до ораторского искусства. Главное, что меня радует, я замечаю в последнее время такой факт, что возникает интерес у очень многих к ораторскому искусству. Ведь стать оратором, стать ритором – это всегда стать интересным человеком, нужным, любопытным, знающим, компетентным. Поэтому ораторское искусство – оно обычно свидетельство всегда того, что человек хочет быть развитым. Стать участником программы может любой гражданин, которому осталось 5 лет до выхода на пенсию. Чтобы попасть на бесплатные курсы переподготовки, достаточно обратиться в Центры занятости населения по месту проживания. Кстати, работающие граждане могут обучаться без отрыва от производства. Незанятым после обучения помогут найти место работы. На сегодняшний день у нас обучаются бухгалтера, операторы ЭВМ, делопроизводители, стропольщики, электромонтеры и так далее. То есть по тем компетенциям, которые у нас сегодня наиболее востребованы в городе Махачкала. Далее мы в следующих годах реализуем еще большее обучение граждан данного возраста. По окончанию процесса обучения студентам будут выданы свидетельства и дипломы. Они смогут трудоустроиться по данным направлениям. В этом им поможет Центр занятости. Ну и в дальнейшем тоже. Сегодня обучение во всех городах и районах проходит около тысячи дагестанцев. Специалисты отмечают, что взрослые студенты куда более заинтересованы в обучении, чем, например, молодежь. Ведь у них есть не только цель, но и мотивация. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин